Вы знаете, есть такая замечательная татарская поговорка, кладезь народной мудрости, «Хочетмаган дирне о шама» в переводе «Не чешит там, где не чешется». К сожалению, ее не знает калужский губернатор Анатолий Артамонов, который на этой неделе на своем региональном празднике, посвященном далекому историческому событию, стоянию на реке Угре русских и ордынских войск, положившему, по мнению некоторых историков, начало освобождения Руси от ордынского владычества, заявил, что чуть ли не сам президент России поддерживает предложение сделать 11 ноября Всероссийским памятным днем. Уже вроде подзабылась эта тема. Татарстанский парламент уже написал отрицательное заключение на этот законопроект и призвал калужских коллег не устанавливать праздники, разрушающие дружбу народов. Тем не менее, ну очень большое желание испытывает господин Артамонов войти в историю как основоположник нового российского праздника, подправить на Угре свой пошатнувшийся в последнее время политический капитал. При этом губернатор Калужской области регулярно повторяет, что установление этой памятной даты ну никак не задевает чувства других народов. Ну вот послушайте. У татар никаких оснований нет абсолютно возмущаться тем, что 11 ноября будет памятной датой в российском календаре. Больше того, мы никогда, нигде не сказали, что там было какое-нибудь монголо-татарское иго. Никогда. Такое ощущение, что калужский губернатор либо много чего не знает, либо лукавит. В интернете полно видеосюжетов о военно-историческом фестивале, который проходит в Калужской области, в окрестностях села Дворцы. Там регулярно проводятся исторические реконструкции по мотивам великого стояния на Угре. И вот послушайте, что говорят сами участники. Да-да, вы не ослышались. Пока губернатор клянется с экрана, что это абсолютно толерантный праздник, его потешные войска собираются биться не с кем-нибудь, а с татарвой. Слово-то какое обидное. Татарва. Тем более в кустах. Можно произносить очень умные, политически выверенные слова с высоких трибун. Но грешно политику такого ранга не понимать, что не все граждане Калужской области и тем более России окончили исторические факультеты и будут разбираться в тонкостях исторической терминологии. Люди пришли биться с татарвой и будут учить этому своих детей. Потому что так проще и всем понятнее. Неужели вы, Анатолий Дмитриевич, государственный деятель, этого не понимаете, да еще ставите в неудобное положение руководителя государства, выдавая желаемое за действительное. Пришлось даже пресс-секретарю Владимира Путина, Дмитрию Пескову, как-то сглаживать ситуацию. И вот что он сказал. Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно оно было принято к сведению, что называется. Но каких-либо решений в этой области не принималось. И на повестке дня сейчас не стоит. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать государственного советника Республики Татарстан, первого президента Татарстана, Ментемира Шариповича Шаймиева. Ментемир Шарипович, что вы думаете обо всех этих попытках установить новые народные праздники? Как, например, попытка установить праздник по поводу стояния на Угре? С 4 ноября 2005 года мы с вами празднуем День народного единства, который был учрежден федеральным законом о внесении изменений в статью 1 федерального закона о днях воинской славы, победных дней России, подписанной президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Исторически этот праздник был учрежден в связи с окончанием смутного времени в России. В 17 веке благодаря победе народного ополчения под предводительством Кузьма Минина и Дмитрия Пожарского. За эти годы значение праздника, сказало, все больше и больше возрастает. Наступающий 20-й год, год празднования 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всем известно, что история становления новой России затрагивает судьбы многих поколений, народов разных национальностей и конфессиональных принадлежностей, населяющих огромное, к счастью, скажу, пространство с богатыми недрами. В процессе становления, безусловно, были битвы, поражения и победы. Как стало известно из отдельных источников, историков прошлого и неисториков нынешнего времени, были и стояние, как на Угре. Неплохое, я скажу, это понятие и форма выражения попыток мирного решения конфликтов. Хочется верить, что исход на реке Угре не зависел, это мое мнение, только от ноябрьского состояния ледостава. Путь к единению во все времена сложен, тернист, он требует от всех нас возобладание разума, создание условий для гармоничного развития всех народов Российской Федерации. Наш священный долг достойно, сполощенно встретит в наступающем году 75-летие Великой Победы и 15-летие Дня Народного Единства. Нам надо заниматься не ревизией сейчас истории, тем более неумелыми руками сейчас, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач и планов у нас громаде, нашего развития в современном мире. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.